И не в последнюю очередь из-за коррупционеров в оборонке наши военные проигрывают противнику в оснащении. Об этом говорят сами бойцы. Сейчас в АТО относительное перемирие. Стреляют реже и каждая из сторон использует это время для укрепления. Наша военкор Ирина Баглай побывала на передовой. Её сюжет из фронтовых окопов. Такие взрывы на Авдейской промзоне не редкость и во время хлебного перемирия. По мощности напоминают разрывы артснарядов. Только характерного свиста и шелеста не слышно. Военные успокаивают. Это не обстрел. Это противник закапывается поглубже. Выкористовывают и окопные заряды, можно и проводят реализацию невыкорсных боеприпасов. А противник использует данное перемирие для облаштования инженерных позиций, для покращения своего инженерного отношения. В тактичном уровне. Западные от Авдеевки по линии соприкосновения боевики уже нарыли километровые траншеи, докладывает пехотная разведка. Там капитальные окопы длиной километра два, с отсечными позициями, совсем прокопаны все плюс-минус по грудь. Они копаются капитальнее и хитрее. Скрытые позиции, стрельба из глубины зданий, тяжелое оружие, вкопанное в туннелях. Инженерные работы – задача местных боевиков. На переднем крае, а вот ближе к окраине Донецка, сосредоточена тяжелая техника. И не однажды наши военные в песках засекали, как противник оттуда ведет огонь по Авдеевке. Во-первых, они оснащены в разы лучшей техникой. Ведут себя достаточно трусливо, как воины, но слаженнее, как армия. Умеют пользоваться погодными условиями. Был у нас один раз тут погодный, как бы это правильно сказать, град, но только погода град. И они под этот шумок выехали, стали и начали крыть Авдеевку. 8 приходов СПГ, 6 приходов миномета 82-го. Это уже свежая сводка с форпоста Авдеевки. Мира хлебное перемирие так и не принесло, разве что калибр уменьшился. Выставим себя вот сейчас, вот сейчас я выйду вот сюда вот, и это 100%, потому что меня снимет снайпер. Под снайперским огнем всю неделю держат оборону пехотинцы на Дебальцевском направлении. Стрелки противника, говорят в разведке, заезжие. Скорее всего, пользуются перемирием. Российские наемники проводят на украинской земле учения по живым мишеням. Недавно застрелили парня во время, когда он копал позиции. То есть это не пулеметчик, это не офицер, это не снайпер. Это просто человек, который находился на земляных работах. То есть так же, как и у них. Единственное, что у них там это работают в большинстве своих гражданских. Те, которые попали под комендантский част. Подходы к передовым рубежам и во время перемирия постоянно простреливаются. Что уже говорить о попытках пехотинцев укрепить свои позиции. Только замечают движение, мешковели, людей обстреливают то АГСом, то прострелы с пулеметом. Поэтому инженерную технику не заведешь. Каменный грунт приходится ломать вручную. Долбай, долбай. Тяжелое вооружение боевиков тоже на готове. После двухнедельного затишья по позициям армейцев снова ударили танки. Танк работает и по других позициях. Было за тысячи, но до этого два-три тижни, танк выезжал на другие позиции. Так уж отбывались обстрелы. На мою думку, где-то неделю-два и снова у нас начнется заголочение. А у наших военных приказ не открывать огонь. И вся надежда на крепость блиндажей. Опытные бойцы знают, не закопаешься поглубже, не выживешь. Свой второй дом землянки стараются держать в чистоте. А еще верят в силу оберегов. Шутят на войне атеистов. Нет. Вот талисман наш. А оберег? С дома привезли. Женка вышла, товарищу мою передала. Для Тамира оберег это кукла-мотанка, сделанная детскими руками. С ней прошел не один бой. Маленькая дитина писала. Номер телефона был записан. Передзвонили, подяковали. Спасибо вам. Сначала испугалась, но потом поняла, что военный. Тебя же под обстрелом был. Ховал. Детские письма, игрушки, иконы, вышитые с любовью родными руками. Флаг Украины, за которую воюют. А у кого-то знаковые находки. Все это армейские обереги. Зайцево когда были, в пыли нашел. Поднял, блестит. С тех пор со мной. Вот и вожу по всем позициям. Оберегает? Ну покажи, здорово. Надеждой и молитвами живут и мирные люди. На этой неделе боевики ударили по пригороду Донецка. Марьинки. И снова семьям пришлось покинуть свои сожженные дома.